Начиная войну с Украиной, Путин почему-то думал, что Зеленский сбежит, а все прочие встретят его цветами. Похоже, те, кто у него отвечал за развал Украины изнутри, деньги украли. Начальство просто успокоили, мол, вас там ждут. Кто ж думал, что Путин и правда решится на такую глупость. В общем, он поставил перед собой цель разгромить противника за пару дней. Даже речь подготовили. Он и разгромил. Но не Украину, а Россию. Путин думал, что он воюет с таким же, как он, узурпатором. Не верил, что рядом с построенным им фашистским государством есть свободная страна и гордые люди, готовые защищать свой выбор. Однако это была не последняя путинская ошибка. Оказалось, что он воюет вообще со всем свободным миром. Актеры и музыканты, спортсмены и бизнесмены, политики и простые люди – все без исключения поддержали Украину. Даже прикормленные западные политики либо пропали с радаров, либо выступили против Путина. Путин оказался в невиданной прежде полной международной изоляции. Его поддержали только два зависимых людоеда – Лукашенко и Асад. Главный внешнеполитический союзник у нас теперь – Эритрея. Кто-нибудь без гугла вообще знает, где это? Даже те, кто изначально был союзником, дистанцировались. Например, Китай, Индия, Арабские Эмираты. Они воздержались во время голосования в Совбезе ООН, хотя раньше поддерживали Россию во всех ее конфликтах. Такая сплоченная реакция мирового сообщества стала для Путина сюрпризом. К тому же, блицкрик не удался, армия завязла, впрочем, как и у предшественника. Да-да, того самого Адольфа Гитлера. Два года бункерной жизни Путин слушал сказки Варья из своего окружения. Вы только дайте приказ, Владимир Владимирович, а мы уж порвем эту Украину, как тузик-грелку. Только дайте еще денежек на подготовку. Подготовились? Нечего сказать. Армия Варья оказалась сильна только в создании мультфильмов с ракетами. Путин любит рассказывать, как наше новейшее вооружение не имеет мировых аналогов. Нет равных в мире. Но в реальности аналогов не имеет лишь воровство российских властей. За 10 лет на перевооружение армии потратили невероятную сумму в десятки триллионов рублей. Но эти деньги превратились в дворец Шойгу, в бизнес его дочери, в яхту главы Рособороны экспорта Чемизова, в генеральские дачи. Сколько, вы думаете, дошло до солдат? Ну, я лично думаю, немного. Короче.